В вестибюле Центра культуры и отдыха слушателей университета 3-й возраст встречали волонтеры из онкодозора, вручали памятки посетителям, приглашали пройти обследование. Леонид Лампасов, председатель региональной организации ветеранов, поясняет, что в рамках проекта проводит серию семинаров, посвященных активному долголетию. Сегодняшний, предпоследний, 24-й. Мы выиграли грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и в его рамках мы проводим серию семинаров. Семинары называются «Здоровье и безопасность старшего поколения» и рассчитаны на людей старшего поколения. Фонд «Серебряное поколение» проводит семинары совместно с общественными организациями при поддержке правительства области, городской думы, кардиодиспансера, онкодиспансера. Цикл лекций начали с информации об опасности сердечно-сосудистых заболеваний, а не на первом месте посмертности. На втором – рак. Сегодня действительно очень много пациентов, потенциальных, скажем, пациентов, ведь мы понимаем, что чем старше становится человек, тем больше вероятность возникновения рака. По мнению главного онколога области, волонтеры из онкодозора в игровой и даже в шутливой форме весьма эффективно доносят до слушателей, как вовремя принять меры. По минимуму раз в год надо бывать у врача, бывать в смотровом кабинете и в случае, если, не дай бог, что человек у себя что-то выявил, нащупал, бегом и незамедлительно идти к врачу. Патологии выявляются у каждого десятого обратившегося, прокомментировал директор фонда «Серебряное поколение». На семинарах рассказывают о профилактике падений, об оказании первой доврачебной помощи. Это очень важно, потому что, по большому счету, от того, как человек профилактирует эти заболевания, того, какой он образ жизни ведет, действительно продлевает его активные жизни. В рамках семинара прочтут лекции не только о профилактике заболеваний. Сбербанк проведет занятие на тему, как не стать жертвой мошенников при пользовании банковской картой. Ирина Афонина, Дмитрий Добеш, телекомпания «Барс».